Декабрь месяц, итоги сельскохозяйственного сезона мы уже подвели и самое время поговорить о перспективах, о планах на следующий 2021 год. Сегодня мы в гостях у директора департамента АПК Тюминской области Владимира Чеметова. Владимир Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Бюджет АПК на следующий год принят. Скажите, пожалуйста, по каким направлениям у нас будет определенное финансирование, возможно, то, которое было раньше, а какие направления все-таки будут несколько сокращены? Хотелось бы начать с того, что непростой 2020 год, к сожалению, внес достаточно существенные коррективы в работу органов власти. В частности, конечно, пришлось, что называется, по ходу формировать бюджет. И в 2021 год мы очень внимательно, взвешенно изучали, смотрели с нашими депутатами в правительстве, выбирали, что называется, самое необходимое и значимое. Ни в коем случае нельзя поставить под удар то, что многие годы нарабатывалось. И здесь хочу отметить, что все те текущие затраты, которые мы финансировали, это субсидирование молока, это все, что связано с полевыми работами, все эти субсидии, они продолжатся и в следующем году. Сокращения, которые произошли, они произошли, прежде всего, в результате завершения инвестиционных проектов, по которым мы достаточно емкий бюджетный рубль направляли в поддержку, в развитие тех инвестиций, которые у нас были. Ну, давайте вспомним, у нас прореконструировались все птицефабрики, вот мы в этом году завершаем их субсидирование. У нас запустился в работу третий этап непосредственно уже тепличного комбината, тоже соответствующие компенсации. В текущем году, конечно же, есть, а в следующий год их физически нет необходимости. И в 2021 году у нас завершается и активно вступит в работу наша пятая птицефабрика. И по этой фабрике тоже, поскольку это уже завершающий этап строительства, субсидии будут, но они будут значительно меньше, чем в текущем году. Поэтому вот совокупность, скажем так, вот этих резервов позволяет нам, ну, несколько сэкономить средств относительно текущего года. Для наших, скажем так, сельхозтоваропроизводителей, ну, каких-то ощутимых сокращений не ожидается. За одним лишь, значит, вопросом, это вопрос, связанный с субсидированием техники. На 2021 год, значит, принято решение пока не принимать документы на субсидирование, то есть вот взять паузу. В связи с тем, что в текущем году техники приобрели, ну, практически в два раза больше, чем годом ранее, и в два с половиной раза больше, чем в 2019 году. Хорошая ценовая конъюнктура на зерно, программы государственные, льготное кредитование, опять-таки лизинг региональный позволяет нашим товаропроизводителям в текущем году много техники приобрести. Поэтому вполне реально в следующем году, ну, сделать такое, скажем так, взять небольшую паузу в этом вопросе. То есть мы не отказываемся полностью от этого направления субсидирования, просто пока по нему взята пауза. То есть, Владимир Николаевич, есть надежда и, возможно, даже уверенность, что ситуация с пандемией, но она же все равно стабилизируется, мы снова войдем в определенные рамки, в которых жили раньше, и финансирование, возможно, будет прежним, как и в прошлые годы, так? А может, и больше? Я вам могу сказать о том, что надежда и уверенность в том, что завтрашний день будет лучше, чем 2020 год, это вот философия сельхозтоваропроизводителей. Мы всегда надеемся, что следующий год будет лучше, чем предыдущий. В следующем году будут ли расставлены какие-то акценты? Ну, условно говоря, мы больше внимания будем отделять развитию мясного животноводства, ну, условно так, либо молочного, либо растеневодству какой-то толчок дадим. Ну, несмотря на то, что и находясь в условиях бюджета. Или все-таки у нас всегда все ровно, независимо, нечего? Акценты все равно делать нужно. Мы одинаково, внимательно стараемся поддерживать и помогать малым предприятиям, личным подворьям, то же самое и тем инвесторам или крупным холдингам, которые приходят к нам работать на территорию. И все-таки, несмотря на это, определенные акценты расставлять надо, потому как наилучший результат получаешь в тех направлениях, где все-таки идет концентрация внимания, ресурсов, и там быстрее получаешь результат. Вот, несмотря на все те позитивные моменты, которые у нас есть и в развитии малых форм хозяйства, и в животноводстве, и в растеневодстве, я бы отметил два вопроса, которые все-таки в поле зрения, повышенного внимания будут в следующем году. Это, прежде всего, наше растеневодство, именно производство зерновых. Да, несмотря на то, что мы в лидерах территории Урала, Сибири по урожайности, по качеству зерна, тем не менее, то промышленное животноводство, которое у нас сейчас получает обороты, и переработка зерна способствует тому, что мы, по большому счету, из достаточно существенно профицитного региона, порядка 40% мы имели лишнего, скажем так, зерна. Сейчас, вот, в текущем году такой, ну, если можно так выразиться, примерно среднестатистическая валовка у нас была, то профицитного зерна, ну, буквально, там, 50-70 тысяч тонн. Это немного, потому что еще 5 лет назад эта цифра составляла порядка 400 тысяч. И здесь, конечно же, сейчас задача состоит в том, чтобы с нашими растеневодами под перспективные проекты развития животноводства все-таки кормовую базу нам сформировать и не превратиться в регион, который будет импортировать зерно к себе на территорию. Поэтому нужны технологии, нужно минеральное питание, нужны сорта. И вот здесь есть определенные задумки, это и применение жидких удобрений, новый, достаточно интересный подход, который, вот, на первый взгляд, позволяет и экономить на затратах, связанных с использованием минеральных удобрений, и получать высшую урожайность, что тоже очень важно. Тем самым, собственно говоря, улучшается экономика где-то там на 20-30 процентов. При этом еще и валовый сбор увеличивается. Ну и второе направление, второй такой серьезный, более, наверное, значимый или стратегически важный путь или направление, это наша геномная программа, это наша работа с геномной селекцией, очень серьезная, большая работа, которая потребует внимания не один год и привлечения большого круга специалистов, по той простой причине, что этим никто в России существенно комплексно не занимался, есть отдельные попытки наших коллег с разных субъектов Российской Федерации, но вот те задумки, которые мы с индустриальным партнером планируем реализовать, я думаю, что не за горами, те будущие перспективные результаты, которые также позволят иметь лучшую экономику производства, и самое главное, иметь стадо с заданными параметрами качества, объемов и, прежде всего, экономики производства. Вы сейчас как раз заговорили о программе геномных технологий нашей региональной, отдельно хотела о ней спросить у вас. Скажите, пожалуйста, вот до этого, два, там, ну, возможно, три года, мы очень предметно занимались племенным животноводством. Вот эта история, она как-то вплетается в эту программу, или все-таки это параллельные две? Ну, сама по себе программа позволяет племенную работу, а именно генетику, то, что, собственно говоря, ради чего мы работаем. То есть это, получается, как бы продолжение идет, да? Это является одним из элементов племенной работы, которая позволяет проводить ускоренную селекцию сельскохозяйственных животных и значительно быстрее получать результат, нежели это было в ранешнее время, когда приходилось ждать, пока, значит, получится новый тип животных, провести его оценку. Это уходили даже не годы, а десятилетия. А вот использование геномных технологий позволяет где-то в пять-шесть раз ускорить эти процессы, и, по большому счету, где-то, ну, в течение трех-пяти лет можно получить абсолютно иное стадо по тем параметрам, которые для себя ставит задачу товаропроизводитель, будь то здоровье, будь то продуктивность или содержание жира, белка, в зависимости от целей и партнерских взаимоотношений с переработкой, для каких целей используется КОАГУ. Теперь мы непосредственно, давайте заглянем в 2021 год, и расскажите, пожалуйста, вот какие открытия нас ждут. Я этот вопрос каждый год вам задаю в конце года, и вот вы говорите, и это все случается, все происходит. Это у нас самая приятная информация, которая может быть, особенно в этих условиях. Так вот, что мы ждем? Мы ждем выхода на проектную мощность нашего тепличного комбината, потому как мы его в этом году в третью очередь запустили, пока рассада и продукция первая только вот-вот-вот должна пойти на проектную мощность. Полноценно объект выйдет в следующем году. Кстати, 312 рабочих мест. Вот уже в декабре буквально в это время будет создаваться, и достаточно достойная заработная плата, поэтому, пожалуйста, обращайтесь или к нам в департамент АПК, или непосредственно, значит, на тепличный комбинат. Сейчас идет набор персонала, и даже в наших непростых сибирских условиях в режим работы плюс 26 градусов – это очень комфортные условия, тем более, что доставка город Тюмень-Нариманово, она за счет предприятия. Несмотря на достаточно большую площадь, почти 33 гектара, все-таки этой площади не хватает для того, чтобы удовлетворить полноценный спрос, даже по той группе товаров, которая есть. Продукция пользуется спросом, ее знают не только жители Тюменской области, и в автономных округах, на территории Уральского федерального округа. Ну, говоря об открытиях, однозначно у нас появится первый бройлер нашей пятой птицефабрики. Уже в декабре месяце будет посадка птицы в новых производственных условиях. Кстати, там тоже идет набор персонала, и птичницы, и специалисты в той или иной области, даже водителей, там, около 50, по-моему, человек. Спасибо, Владимир Николаевич. Мы ждем следующего года. Мы, кстати, с этого начали. Надеемся и верим, что он будет значительно лучше. Надо, самое главное, верить, и все будет хорошо покупать продукцию тюменских производителей.